ДОЛГОСТРОЙ Уже подключили канализацию и водоснабжение, но есть и проблемные моменты. Из-за того, что дом не был законсервирован, то есть не защищен от влаги и остальных внешних факторов, могут обнаружиться и признаки разрушений. Компания-застройщик обязуется исправить приобретенный дефект, а фонд, содействуя обманутым дольщикам, планирует в этом помочь. В прошлом году принят закон, так называемый, который позволяет выделение субсидий застройщику, который вызвался достраивать проблемные объекты. Вот один из таких объектов – это Красноармейская 140. То есть здесь застройщик эскалатором сейчас ведет работу по завершению строительства за свой счет. И после того, как дом будет введен в эксплуатацию, в бюджете предусмотрены деньги в размере порядка 23 миллионов рублей. Средства на возмещение расходов поступят застройщикам только после участия в конкурсе. Если работы проведены добросовестно, то миллионы поступят на счет организации. Инициатором материальной поддержки выступил губернатор Ульяновской области. Региональное правительство контролирует процесс строительства. Мы уже видим, с кем мы будем его достраивать, когда мы это сделаем. И представители актива, так скажем, собственников помещений данного дома постоянно контролируют работу. У нас опасений на сегодняшний день уже нет. Придомовая территория пока не похожа на двор жилого дома. Нет ни детских площадок, ни тротуаров. По заверениям председателя правительства, повода для беспокойств нет. Дом будет сдан только с благоустроенными окрестностями, в соответствии с правилами градостроительного кодекса. Виктория Черкова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.